здравствуйте меня зовут михаил наводчик у нас 25 урок по html в этом уроке мы разберем новые мета теги мы уже касались этой темы то есть мета теги это служебные команды они нужны поисковым системам как google яндекс и другим для правильного отображения страниц в поисковых запросах сейчас мы разберем четыре таких команды их больше в природе ну это как бы основные базовые которые имеет смысл знать само слово мета у нас как бы происходит от греческого вместе с чем-либо а также после чего-либо потом в нашем случае мета теги это теги которые предназначены для хранения каких-то служебных команд служебных данных не предназначенных посетителям а предназначенную для поисковых систем мы уже касались мета тега седьмом уроке здесь мы разбирали им кодировку шрифта ю т8 как это пишется можете посмотреть повторить 7 урок то есть это обязательная команда которую нужно прописывать каждом документе вот в седьмом уроке мы вот ставили такую команду которая говорила браузера что у нас русский язык а точнее не русский а универсальный сейчас мы разберем другую мета команду она у нас называется description description переводится с английского как описание это мета инструкция содержит описание краткое описание страницы вот так это пишется вот полный как бы вариант и дальше идет у нас команда контент которая переводится как содержание то есть они вместе идут идет name description браузер понимает что здесь будет какое-то описание а сам текст содержание берется у нас вот здесь двойных кавычках пишется на русском там либо на другом языке и давайте посмотрим на практике где это будет появляться на странице и как это будет сказываться в гугле в яндексе при запросах у меня поиск гугла я здесь напишу свое имя фамилию наводчик жмем поиск и видим вот у меня она первым сразу списки и выдала и что мы видим видим ссылочку и дальше идет две строчки текста тоже идет ссылочка идет вот какой-то текст так вот вот этот текст который вот обучение компьютерной графикой программированию по веб на самом деле если посмотреть это и будет description который подставил google ну давайте вот нажмем на эту ссылку и посмотрим я открою и в новой вкладке видим попадаем на мою страничку теперь я жму где-нибудь на пустом вот месте правой клавишей и жму просмотреть исходный текст открывается код как бы этой страничке здесь много всего по написано я жму control f английская открывается вот здесь сверху меню для ввода текста и здесь я напишу слово description то есть команду которую мы проходим вот здесь она у меня сверху показывает что 22 совпадения и вот здесь щелка на стрелочке мы можем просмотреть где это встречается ну первая команда нам как бы не нужна эта часть слова видите цельного слова жмем дальше вот уже что то здесь более интересное здесь разновидность description который существует но нам как бы он пока не нужен жмем дальше и здесь видите есть description для twitter и вот дальше вот следующие вот обычная description видите и смотрите какой текст обучение компьютерная графика программирование для веб этот же текст у нас и подставился вот сюда то есть вы увидели что вот эта строчка берется не сама по себе а description как вы его напишите то и люди увидят вот здесь при раздаче в данном случае google а дальше откуда берется вот эта верхняя строчка давайте посмотрим то есть если зайти на эту страничку навести вот на верхнюю часть видите появляется эта же фраза и она берется вот отсюда как вы помните это у нас title title мы проходили в пятом уроке то есть если вы забыли что это такое вот здесь можно посмотреть слово title переводится как заглавие в данном случае это заглавие фигурирует вот здесь сверху на закладочке видите в нашей странице также как вы увидели она появляется подставляется вот сюда сверху при раздаче ссылок поэтому важно его писать правильно здесь можно обратить внимание на длину в данном случае видите здесь короткий title то есть принципе он таким не должен быть вот здесь ниже идет правильный title по длине я к тому что-то это может быть более длинным чем вот в первом случае чем больше слов вы будете употреблять тем больше можно получить совпадение с запросом который человек будет писать в поиске также description вот которая подставляется вот здесь оно должно быть не коротким здесь вот в первом варианте youtube поставил короткие title и description почему потому что там формируется это автоматически но если вы будете делать сами на своем сайте то длина должна быть не меньше чем вот здесь видимая часть которая отображается в браузере а я считаю что она должна быть в три раза больше чем видимая часть вот здесь в браузере то есть чем больше слов тем больше вероятность совпадения с запросом который человек вводил и тем больше шансов что у вас человек какой-то найдет то есть какой-то клиент либо тот кто вас ищет теперь давайте поставим эту команду в html документ чтобы мы это видели как он у нас будет стоять и где будет находиться для этого откройте какой-нибудь документ html который мы делали раньше здесь в body можно что-то оставить здесь у меня пусто я скопирую вот этот текст он этот текст будет под видео которое вы сейчас смотрите ставим его чудо также возьмем вот эту строчку целиком она тоже у вас будет под видео которое вы смотрите и поставим сразу после title то есть мета команды пишутся между head и head и здесь вот вы ставите соответствующий текст конечно не такой короткий а где-то в три раза больше чем вы посмотрите в браузере что выдает google при поиске следующая команда которую мы разберем из серии мета это команда в ю порт само слово можно перевести как окно просмотра эта строчка текста нужна чтобы мобильные устройства корректно отображали ваш документ чтобы шрифты масштабировались чтобы текст правильно отображался перестраивался чтобы картинки тоже корректно отображались но это строчка для мобильных устройств чтобы ваша страничка корректно показывалась давайте поставим эту строчку тоже я ее копирую мы не будем разбираться дословно что здесь написано нам главный принцип для чего она в целом и вот так она пишется поэтому мы ее ставим уже здесь на 2 место следующая мета команда которая может быть использована это автор то есть автор это человек который создал соответствующий документ то есть веб страничку то есть это мета инструкция может быть может и не быть но если вы хотите подтвердить что вы автор то можете и конечно поставить то есть мы ее копируем и поставим и здесь контент то есть содержимое вот здесь будет стоять имя автора либо адрес автора либо что-то на тему автора ставим ее на третье место следующая мета команда у нас называется robots она указывает поисковой системе будет ли данная страничка индексироваться то есть вноситься в список страниц которые будут раздаваться по ссылкам то есть если здесь указать чтобы не индексировалась страница то эту страницу никто уже не найдет в интернете через поисковую систему это нужно для того чтобы если у вас на странице находится какая-то служебная информация которую вы не хотите публично оглашать но чтобы вы могли зайти посмотреть ее то вот эта команда это регулирует и в ней могут быть вот видите несколько вариантов которые вот здесь вот представлены то есть в контент содержимом этой команде пишется вот перечисленные здесь команды первое здесь стоит но индекс но индекс запрещает индексирование документа то есть при вот этом положении не будут раздаваться ссылках страницы помечены этой командой соответственно противоположность этой команда это индекс и здесь как вы видите через запятую пишется в данном случае здесь написано follow что переводится как следовать здесь мы видим вот расшифровку разрешает проход по ссылкам то здесь получается что но индекс страница не будет индексироваться то есть не будет раздаваться в раздачу в поиск но google может ее проверить и если на не будут какие-то ссылочки он перейдет и по этим уже ссылкам будет раздавать страницы которые он найдет либо можно запретить это же ходить ему по ссылкам эта команда у нас будет но follow по умолчанию если вы вот эту команду вообще не пишите это означает что здесь стоит у нас индекс и здесь стоит у нас follow то есть все разрешено либо вот здесь вот приводится аналог если написать ол это равносильно вот этим вот командам то есть все индексировать и все ссылки проверять давайте поставим эту команду тоже давайте поставим ее на четвертое место есть и другие мета команды но пока мы их рассматривать не будем нам этого достаточно давайте этот документ сохраним нашей папки поменяем title здесь у нас будет у нас 25 документ урок поставим соответствующий текст и сохраним в нашей папке под номером 25 html в следующем уроке мы начнем проходить как размещать в html документе видео и аудио это интересная тема в html 5 появились новые теги которых не было в 4 версии если будут вопросы по текущему уроку задавайте жду вас следующем уроке